Всем привет, друзья! Сегодня у нас вторая часть, посвященная чистым базовым основам. Кто не видел первое видео, обязательно посмотрите, как минералка, гидрокрекинг и пау взаимодействуют с резинными деталями двигателя и цветными металлами. Ссылка будет в самом первом комментарии и сейчас появится в правом верхнем углу. Все сравнения будут проходить в совершенно одинаковых условиях. В одном и том же стакане, при одной и той же температуре и в одинаковый промежуток времени. Также посмотрим, изменится ли цвет базы при повышении температуры свыше 200 градусов по Цельсию. Начинаю я со второй группы. База прозрачная. Запах небольшой присутствует, но не сильно едкий. Замеряю вес. Обратите внимание, что я ставлю стакан, обнуляю показатели и заливаю ровно 30 грамм масла. Далее я убираю стакан, снова обнуляю показатели весов и взвешиваю тару вместе с маслом. После теста я взвешиваю стакан еще раз и узнаю точную потерю. Знаю, многие это и так понимают, но все равно некоторые постоянно мне указывают на неправильность всей процедуры. Ну, думаю, теперь все в курсе, а мы начинаем нагрев. На 5 минутах при температуре 200 градусов началось видимое испарение и появился едкий запах. На 15 минуте масло прогрелось до 270 градусов и стало немного желтеть. Кстати, я намеренно решил превысить температуру теста на испарение. Обычно выше 250 градусов я не поднимаю. На 50 минуте при температуре 290 началось небольшое выделение пузырьков. В момент остановки теста на одном часе масло достигло температуры 300 градусов по Цельсию. Как вы видите, масло приобрело янтарный оттенок, но никак не почернело, как это обычно бывает в подобном сравнении готовых продуктов. Взвешиваю готовый результат и у нас получается потеря второй группы составила 33,16%. Переливаю в другой стакан, хорошо промываю и заливаю в этот же стакан третью группу. Наливаю ровно 30 грамм, точно так же, как и до этого. Некоторые внимательные зрители заметят, что вес стакана немного отличается. Это все из-за наклейки. Она немного разная по весу получается. Абсолютно прозрачная база, как и вторая группа. Запах тоже есть, но не такой насыщенный, как у второй группы. Температура нагрева идентична. И на пятой минуте температура составляет все те же 200 градусов. На седьмой минуте при температуре 220 началось испарение. Запах практически такой же, как и на второй группе. Такой же едкий. Далее, только на сороковой минуте начинается небольшое изменение цвета. При температуре приближенной к 290 градусов по Цельсию. По завершению часа температура также достигла 300 градусов. Взвешиваю наш гидрокрекинг. И потеря составила 46,83%. Минералка в этом плане значительно лучше смотрится со своей потерей 33,16%. Видимо, в ней больше тяжелых фракций. Снова сливаю в другой стакан наше отработанное масло. Промываю и заливаю последнего нашего участника, который состоит из четвертой группы базовых масел. База абсолютно такая же прозрачная, как и третья и вторая. Но тут уже это не удивительно. Удивительно будет увидеть потерю массы более 50%. Сейчас мы это и проверим. Видимо, испарение началось так же, как и у гидрокрекинга на 7-й минуте и при той же температуре 220. Кстати, запах есть, но он слабый и совсем не едкий. Обычно глаза на лоб лезут и вдохнуть без противогаза невозможно. А тут прям все хорошо. Где-то на 40-й минуте начинаются небольшие изменения цвета. На 50-й минуте температура уже 300 градусов. И последние 10 минут масло так же кипятилось и температура держалась на этом же уровне. Приступаем к замерам. Все досконально проверяю и перепроверяю. И в итоге мы имеем потерю 29,83%. Неплохой результат, конечно. Но от ПАУ я ждал куда лучших показателей. Минералка все же слишком близка. По цвету, как вы видите, самое темное это минеральное масло. Жаль, конечно, что нет машинки трения. Но чисто на ощупь, растирая пальцами, По сравнению со свежими образцами, масла остались совершенно такими же, какими и были. Такие же скользкие. Ну, думаю, это удастся проверить в скором будущем. Надеюсь, получится приобрести данный аппарат для сравнения трансмиссионных масел. И так же можно будет моторные масла некоторые проверять. Время покажет. А сейчас посмотрим микс из смеси данных масел. Замеряю ровно 10 грамм каждой базы. Первая идет минералка. Далее, третья группа. Как вы можете наблюдать, полного смешивания не происходит без вмешательств. Ну, как вы, надеюсь, знаете, на маслосмешивающих заводах греют и масла, и присадки. Только тогда они полноценно смешиваются. А пока минералка, видимо, самая плотная и остается на дне стакана. Несмотря на холодное перемешивание. На шестой минуте начинается видимое испарение. Данная смесь воняет точно так же, как и гидрокрекинг. Уже на 24-й минуте начинается изменение цвета. Это, конечно, лучший показатель минералки, но хуже гидрокрекинга. Спустя час, как и все масла, данный образец достиг 300 градусов. Приступаю к замеру потери массы. Итак, потеря составила 31,6%. Получилось что-то среднее между ПАУ и минеральным маслом. Также можете заметить, что оттенок масла близок к гидрокрекингу. А сейчас посмотрите все в сведенном варианте. Так будет более наглядно. Далее посмотрим, как себя поведут масла при крайне критических температурах. Чтобы не затягивать процесс, было решено использовать минимальное количество базы. Напомню, что все масла залиты в один и тот же стакан, и к ним применяется одинаковая температура, равная 430 градусов по Цельсию. Тест будет проходить до полного испарения жидкой фракции. Посмотрим, что же оставляет после себя чистые базовые основы. И в итоге снова отличилась минералка. Она испарялась дольше других. Но опять же, я это связываю с более тяжелым, в кавычках, молекулярным составом. Но смотрим на результаты. Минералка после себя оставила совсем немного отложений. Группа 3 показала себя очень достойно. Все чисто, я не ожидал такого. Наглядный пример пользы очистки минералки путем гидрокрекинга. ПАУ, или как еще она называется, четвертая группа базовых масел, показала себя просто отлично. Я уже говорил в первой части, что я бы мог выпустить большой ролик одним выпуском. Но для меня это не так просто. Во-первых, монтаж очень трудоемок, особенно когда техника подводит и часто виснет при больших объемах данных. Во-вторых, каждый из вас посмотрит то, что лично ему интересно. И не будет тратить свое время на перемотку длинного ролика. А далее нас ждет сравнение смешиваемости базы масла и присадок. Также вишенка на торте будет прожарка смешанных масел с разной концентрацией присадок и загустителя. Ну и как всегда, лучшей вашей благодарностью для меня будет лайк и подписка на канал. Увидимся, друзья, в комментариях и через несколько дней в третьей части. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»